Приветствую всех, меня зовут Анатолий Кулаков и мы продолжаем бесчинствовать в главной студии, продолжая трек сообщества и следующим докладом мы разберем, что же такое происходит с наймом разработчиков. Каким образом наша современная реальность внесла коррективы в этот интересный процесс? Онбординг, зарплаты, может быть проекты, еще что-то. В принципе все это поразило нашей текущей ситуацией и поэтому очень интересно, каким же образом различные города, а как вы видели по карте, города у нас сегодня достаточно, различные города справляются с этим, различные компании справляются с этим. Именно об этом мы сейчас с вами и поговорим. Итак, у нас будут в гостях Виктор Исайкин, Елизавета Голенок, Юрий Кирбицкой, Евгения Остроумова. Всем привет, ребят! Привет-привет! Привет-привет! Ну что, готовы поделиться своим опытом? О, еще как! Конечно! Отлично! Тогда удачи, давайте начинать! Спасибо, Толя! Ребят, еще раз всем привет! Я думаю, будет правильно нам сначала немножко представиться и вкратце рассказать друг о друге. А после этого дадим небольшое интро по нашему сегодняшнему скруглому столу, какие темы хотелось бы затронуть, о чем поговорить. Ну и, соответственно, пустимся во все тяжкие. Ну что, Лиз, представь себя, пожалуйста. Да, всем привет! Как вы знаете, меня зовут Лиза. Вот, я работаю в компании МТС Техлидом, и последние полгода мы активно ищем себе в команду разработчиков. Вот, у меня немножко наболело. Я посмотрела то, что есть на рынке, и вот пришла к ребятам поговорить о том, в принципе, что есть сейчас. И думаю, что мы это как раз продуктивно обсудим. Жень. Всем привет! Меня зовут Женя Староумова. Я рекрутер уже с более чем пятилетним опытом в разных IT-компаниях. И, в общем-то, все эти пять лет занимаюсь наймом разработчиков. Надеюсь, что мое экспертное мнение сегодня кому-то будет полезно. Спасибо. Витя? Так, всем привет! Я из Совкомтеха, Совкомбанка. Вот, тоже в последнее время мы очень с ней растем, и я провожу очень много собеседований. Вот, и тоже могу поделиться своим опытом о найме. Спасибо, Витя. Ну, меня зовут Юра. Я тоже из банка, Акбарсбанка. И я на текущее время занимаюсь, занимаю руководящую позицию по разработчикам. И в последнее время дофигища приходится иметь дело с наймом во всех его проявлениях, со всех сторон. Вот, можно сказать, что я купаюсь в этом найме в последнее время. Вот, ну и, соответственно, хотелось бы немножко поговорить на эту тему сегодня, пообсуждать. И если у вас будут вопросы, не забывайте, что у нас есть чатик, вот, наверное, где-то вот там вот. И можно туда писать вопросы. Ну, и небольшая такая агенда. А, естественно, начать хочется с такой больной темой по ситуации на рынке. Вот, разобравшись, что происходит на рынке, мы попробуем накидать вариантов, как вообще выживать на нем и где искать разработчиков. Ну, и далее по логике нужно же отречь неугодных. Вот, то есть проговорили немножко требований к разработчикам с наших позиций. Ну, и в конце, естественно, классика – это как пособесить. Вот. Ну, и начнем с ситуацией на рынке. На самом деле, я думаю, ни для кого не секрет, да, что у нас за последние там полтора года, особенно с момента начала локдауна, ситуация колоссально изменилась на рынке. Изменились и требования, и зарплаты, и все-все-все. Вот. Ну, и, коллеги, как вообще вы к этому относитесь, выживаете? Потому что из меня уже рвется боль и страдания. Ты про удаленку в целом или… Ну, давайте, да, давайте сначала, не знаю, ограничим вопрос денег, да, такой самый-самый, наверное, назревший, наболевший вопрос зарплат. Ну, на мой взгляд… Да больно все. Да, да. Очень сильно поменялось, потому что можно работать, там, не знаю, и с Саратова, там, на Москву, и зарплаты, там, не знаю, московские получать, мне кажется, это… И стал очень тяжело разработчиков искать. Ну, колоссально. Ну, я тут, наверное, добавлю к Вите то, что, в принципе, тенденция, вот эта вот история старая, когда была, типа, давайте мы немножко сэкономим бюджеты и пойдем в регионы, наймем кого-то на удаленку, и это выйдет нам по фонду оплаты труда дешевле, она закончилась, ее больше нет. Ну, то есть, раньше это работало, пандемию перестало, зарплаты выровнялись, и стало откровенно, ну, как бы уже такой лайфхак не работает совсем. Это правда. А для кого-то это плюс? Например, для того, кто ищет работу. Да. Это правда, но региональным компаниям стало тяжело, потому что с ними, ну, вот, условно, ты сидишь в каком-нибудь красивом Саратове, все у тебя хорошо, ты саратовская компания, у тебя зарплата Саратова, и раньше у тебя все было нормально, и там, если что, приходили московские компании и перевозили физически, то теперь эти московские компании или заграниченные компании нанимают удаленно, и ты сидишь со своей все еще зарплатой Саратова, потому что у тебя-то, как бы, бизнес из воздуха не начал деньги брать, и все, ты в безвыходном положении, и в целом по тенденции рынка мы это и видим, что разработку стало содержать очень дорого, и стартапы уже тоже с трудом нанимают себе людей, если у них ограниченное финансирование какое-то, какие-то маленькие компании нанимают все труднее и труднее, ну прям больно катится. Да, я бы сказал, что даже на самом деле и крупные компании нанимают некоторые с трудом и больнее, потому что, особенно региональные, да, то есть, которые привыкли жить в реальных регионах, вот как у нас, например, в Казани, да, там казанские зарплаты, а вот в одночасье просто ситуация сильно поменялась, и, например, те, кто более гибок, они могут достроиться, могут быстро адаптироваться, но таких компаний там единицы, да, и достаточно сложно региональным компаниям платить зарплату московские, московские или зарубежные, а как бы разработчики, они говорят, ну что, чувак, у меня офер там на X2 теперь, и все, например. Да, у нас так переманили одного разработчика в одну известную компанию, поэтому для меня это тоже немножко больно. Вот, и еще получается такой момент с другой стороны, да, какой в этом еще плюс, зато для нас как для компаний появился, это то, что мы, у нас воронка расширилась, и, соответственно, если мы там раньше смотрели только рынок Казани, Казанский или там близлежащих регионов, потому что ясное дело, что перетащить там с Москвы ребят там с Питера, работать на Казанскую контору, это вообще Unreal было. Вот, но сейчас, благодаря вот этой ситуации, мы можем искать людей практически по всей России, там ограничиваясь определенными таймзонами, и даже Москва и Питер работают на нас, причем в достаточно хорошем, большом количестве ребят. Вот это плюс. Проектов стало больше на рынке, это правда. Каких-то, которых ты можешь себе позволить, на которые посмотреть, их правда стало больше. Вот именно если смотреть в глаза мясоискателя и выбор получше, это правда. Подтверждаю. Ну, и я бы хотел еще добавить, да, что в связи с этим мотивация разработчиков у нас поменялась. То есть мы сейчас, если раньше, не знаю, там на удаленку ребята хотели только, блин, это, наверное, пойти во фриланс надо, только там я смогу удаленно работать. То сейчас, блин, ребята, я офис не хочу, у меня только удаленочку, пожалуйста, подавайте. Слушай, ну тут надо смотреть, а что мы имеем в виду под мотивацией, потому что формально мотивация-то такая, она довольно стандартная история. Люди все еще хотят работать с классными людьми и над классными задачами формально-базово. Тут скорее, что, ну, скажем так, удаленка просто позволила кому-то, ну, такое комфортное место оборудовать. И с другой стороны, все равно многие удаленщики, они в ситуации, когда ты даже если захочешь выйти из дома, не знаю, там, отстроиться и от семьи, и от друзей, и от личного пространства, у тебя просто уже в городе никто не может приложить конкурентную зарплату. То есть тут я бы говорила не о, ну, прям такой классической мотивации, к чему мы привыкли, к чему люди работу меняют, а тут скорее такая, как бы даже назвать, история, что нужно еще учитывать, какие еще интересы разработчиков, когда ты думаешь о том, что тебе сейчас нужно кого-то нанять. Ну, и с этой точки зрения все же, с точки зрения мотивации, немножко позволю себе не согласиться с тобой, потому что ребята, которые приходят, прям четко прослеживаются, ну, прям по себе могу сказать, да, я там, когда место подбирал, у меня один из критериев был, это чтобы была возможность подолгу работать на удаленке. Если раньше я себе такого позволить не мог, и я этого никогда не говорил, то сейчас я прям, ну, говорю, что удаленка – это то, что я хочу. И многие ребята, которые приходят, для них это тоже стало как стандартом де-факто. Там плюс хорошие зарплаты, вот эта команда и все прочее, плюс удаленка. Еще. Ну, скорее гибридка. Ну, то есть тут я бы сказала, что правда гибридка имеет место быть, и она действительно стала уже такой более-менее по умолчанию, потому что все еще мы живем в такой жесткой неизвестности, это правда. Ну, ладно. Зарплаты выросли, да, мы как бы там проговорили с вами, что, ребят, с рынка, ну, там, трэш происходит на самом деле полный. Но как нам быть, когда у нас уже сидит разработчик, вообще хороший апп ПЗП возможен только на новом месте работы или на текущем, возможно, тоже. Вот как у вас с этим? Ну, не знаю, ты там сидишь на какой-нибудь зарплате, в два раза меньше рыночной, и ты понимаешь, что рынок изменился, ты хочешь, соответственно, больше зарплату себе. И вот как тут быть? Идти разговаривать, как минимум. Мне кажется, без разговоров мы вообще ничего не сделаем. С новым работодателем. Ну, почему с новым работодателем? Иногда и старые идут на уступки, особенно когда, если ты заглянешь куда-нибудь просто, где есть вакансии, и там банально какой-то заобычный ценник стоит, или на кандидатов, которые приходят, а у них тоже там ценник такой ого-го, не то, что там пару лет назад ты на эту сумму еще такого послабенького тимблида собеседовал, а тут к тебе там мидл идет какой-то. Да, я тут тоже согласен, что сначала поговорить. Ну, не знаю, если ты хочешь работать в текущей компании, почему бы не начать разговор? Вот, если там что-то не получится, ну, всегда можно что-то подыскать себе. Вот, тем более, реально удаленка дала огромный выбор. Как и по деньгам, так и по... В принципе, по проектам какие интересные. Я могу... Да, прости, Лиза. Да, мне кажется, работодатели, они вот, если действительно заинтересованы в своих сотрудниках, они, ну, в каком-то месте найдут компромисс. Может быть, там не такой, какой хочет там разработчик, но плюс-минус какой-то профит разговор должен дать. Ну да, может быть. Ну, либо понимание. Просто я что хотела добавить, то скорее можно еще посмотреть глазами работодателя, что работодатель сам может вообще сделать, или что я, как тимлид, не знаю, могу сделать, чтобы сохранить свою команду. То есть тут скорее наш пример. То есть я сейчас работаю там в финтех-стартапе, нам вот год условно. Но мы при этом финтех-стартап под крупной довольно организацией банковской. И все, что мы делаем практически весь этот год, нашим HR делаем, скажем так, мы бесконечно, постоянно снимаем вилки с рынка и пытаемся понять, какая сейчас текущая картина, чтобы мало того, чтобы приземлиться вообще, насколько сейчас, не знаю, входящий кандидат адекватно или адекватно просят вообще по сравнению, ну вообще какая ситуация на рынке. А с другой стороны, чтобы понять, а не провафлили ли мы момент, что какой-нибудь наш замечательный Вася получает ниже рынка. Потому что мы-то хотим, чтобы Вася с нами был много времени, и мы стараемся из этого держать руку на пульсе. Я честно скажу, что я сейчас впервые работаю в компании, которая настолько часто смотрит вообще на рынок, чтобы понять текущую ситуацию. Потому что ситуация меняется реально. Два месяца на рынок зарплат не смотрел, там вообще опять все выросло, и непонятно куда. Это такое сложное упражнение. Реально апает зарплаты сразу всем до рынка? По факту, по результату этого исследования? Ну мы стараемся, смотри, мы стараемся смотреть, насколько мы отклоняемся, не отклоняемся, когда там пора, не пора, нужно ли прийти к человеку, не знаю, там новые цели с ним поставить, чтобы через полгода его логично поднять. Потому что ты же не можешь приходить к нему и просто так говорить, что просто мы тебе больше будем денег платить. Тут человек начнет думать, что какой-то подвох, что-то они там скрывают, кажется, сейчас начнутся лютые переработки, пора текать отсюда, не знаю, там что угодно. Мысль-то по-другому человеческая работает. Мы скорее смотрим, что может быть действительно у нас есть проблемы, в общем, сколько мы ровно-неровно идем, и как дела? Слушай, тут другой момент возникает, что если ты там, ну по крайней мере я с этим сталкиваюсь в своей практике, что да, ты там понимаешь рынок, что ты делаешь для того, чтобы пытаться подровнять ребят, но при этом, если, например, ну понятное дело, ты не можешь там всех прийти и апнуть и тому подобное. Вот, но если ты там откладываешь человека, человек сам идет на рынок, сам себя оценивает, вот, приносит оффер и говорит, что, блин, ребята, я не по рынку, и все. Ну то есть, грубо говоря, ты ему не поднял вовремя, человек пошел, и у тебя есть большая шанс его вообще в принципе потерять. Да, то есть момент... Ну тут же еще тоже момент, почему мы теряем человека, мы теряем его только потому, что мы его не доплачивали, у него высокая финансовая мотивация, или его еще что-то смущало, из-за чего он долго смотрел вообще в сторону, не знаю, там, решения уходить, не уходить, но вроде пока нормально, а потом такой, ой, да тут еще и кассовый разрыв, все, я пошел отсюда. И тут тоже как бы целесообразность контрольфера тогда в таком случае, если его и так все не устраивает, как бы мы ему просто денег апнем, его же не начнет все резко устраивать от этого, надо что-то другое еще менять к тому же. А если мы, может быть, не апнем его ПЗП, но поменяем его все текущие боли, не знаю, в другую команду его переместим, а это его сохранит или не сохранит вообще, вот. Кстати, согласен, да. У нас, кстати, любят перемещать людей в команды, если там разработчик немножко начинает выгорать, еще что-то. Вот так как компания большая, возможностей обычно много, но мне кажется, не каждая компания может себе это позволить, а у некоторых вообще там стартап, один проект, в лучшем случае два. У меня еще тогда такой вопрос. Как вы думаете, что разработчику двигает идти на собеседование, больше зарплаты или какие-то другие проблемы? Ну, я не знаю, там проект надоел, либо все-таки зарплаты, то есть сидят и там... Слушай, а каких ребят мы говорим? Ну... Прости, пожалуйста, а вот реально какие ребята? Это те, которые на HeadHunter обновились или активно через HeadHunter откликаются, или те, которых рекрутер задолбали, все мои коллеги? Я... То есть когда к тебе уже двадцатый человек за день приходит, типа пойдем поговорим. Какая ситуация? Я больше про HeadHunter. Ну, то есть, вот есть команда разработчиков, там, скажем, TeamLead, и есть ребята, которые там работают, и они же, мне кажется, не сидят... Ну, не знаю, я по себе вот говорю, что я не сижу там каждые два месяца, не обновляю. Ну, раз там полгода, могу заглянуть и посмотреть, что там по рынку. Вот. Там, не знаю, каждые два месяца тяжело. Ну, вот. То есть, что больше людей, ну, сдвигает идти в собеседование? Это зарплаты. Ну, то есть я так открою HeadHunter, смотрю, ага, тут вот новая сумма появилась, надо сходить посмотреть. Либо какая-то там, не знаю, боль на проекте. Вот. Мне вот интересно ваше мнение. Там Жень, на самом деле, уже вроде как начинала про это говорить. Да. Что зарплаты – это фактически уже конец, да? То есть с точки зрения там мотивации человека, если он пошел на рынок там с точки зрения и искать себе новую зарплату, значит, он в компании особо-то больше и не держит. Его больше ничего не мотивирует. И значит, тебе нужно взглянуть в целом на свою культуру, на свои ценности, на сколько все это транслируется, как у тебя организованы процессы взаимодействия, что происходит в команде. Потому что если человека все устраивает, ему все нравится, то вероятность того, что он пойдет на рынок ради денег, ради зарплаты, она, ну, невысокая будет уже. Ну, да. Ну, тут смотря какой дифф будет. Если дифф будет хороший и большой, то, возможно, и… Да, но чтобы он, в принципе, вышел на рынок и понял, что дифф будет большой, он же должен сделать этот шаг. А сделать этот шаг он может только, если ему что-то не устраивает. Ну, я так считаю. Вот да, то есть на мое, скажем так, когда, ладно, на рынок выплескиваются какие-нибудь ребята, не знаю, менеджерского звена, там, условно, неэтишного, прям напрямую, ни на ком такая большая потребность, у меня всегда ощущение, что если уже какой-нибудь разработчик пошел в открытую открывать резюме на HeadHunter и прям вот совсем светится, чтобы его откровенно растязали рекрутеры, ну, то есть реально, ты же обновляешь когда резюме на HeadHunter и пишешь, что ты разработчик, у тебя сразу просто личка завалена везде, тебе бесконечно звонят, реально просто на тебя накидываются, сжирают. То есть мне кажется, что когда разработчик пошел уже и реально опубликовался в открытую, ну, там что-то случилось. То есть я не верю вот в эти вот истории, что человек добровольно пошел терзать себя рекрутерами, потому что его что-то чуть-чуть начало смущать, и я просто пошел рынок посмотреть. Я верю в таких ребят, когда они закрывают резюме, условно через HeadHunter просто иногда на что-то откликаются, потому что действительно, ну, вроде не болит, а тут вроде что-то интересное появилось, не знаю, где-нибудь Telegram-чатчу увидел, или друг знакомый сказал, что проект прикольный, и чисто на шару поговорить. Вот такие ребята точно возможны. Но вот прям открытое резюме на HeadHunter, ну, вот тут честно, я когда ко мне ребята приходят, такие типа, ну, я просто рынок смотрю. Ну, серьезно, ты рынок смотришь? Тебе там, пока мы с тобой две минуты говорим, StoryCruiter написала. Камон. Питя, ты что-то вроде добавить хотел, нет? Да нет, нет, я в принципе согласен. То есть, да, не знаю, подытожив, здесь больше, мне кажется, не диф сильно интересует, когда прям уже серьезно что-то случилось, что-то не нравится. Там, не знаю, разработчик, он прям в открытую открывает резюме. Ладно, а вот смотрите, когда мы говорили про удаленку с вами, вспомнил такой момент, что некоторые компании, насколько я слышал, принципиально не хотят брать людей в офис. Ой, наоборот, не хотят брать людей на удаленку, живут по старым там реалиям и берут ребят в офис. Ну, я работаю в банке, вот, у нас поначалу рассматривали только офис, вот, в разных городах, сейчас уже начали нанимать в даже в тех городах, где нет офиса вообще. Ирю, у тебя, ты же тоже в банке работаешь, у вас так же, или? Ну, на самом деле, у меня ситуация нечто похожее на то, что рассказывает Женя, да, то есть фактически я работаю в компании, которая называется дочкой банка, и степень свободы тоже достаточно высокая. Естественно, как бы, есть там зависимость от бизнеса, там, корпоративной культуры, но в целом решения принимаются внутри компании. Вот, и поэтому у нас все работают, ну, то есть приняли решение там с пандемией, что все работают удаленно. И поэтому в офис мы сейчас там, в принципе, пускаем только единицы, исключительно единицы. Вот, ситуация седаса у нас такая. Ты слышишь, да? Да, да, я тебя слышу. Ну, в принципе, мне кажется, это логично. То есть, сейчас все больше, не знаю, хотят работать дома, как-то, уже поняли, там, два года поработали из дома, поэтому все приходят на удаленный формат. Вот. Я так понимаю, Евгений и Лиза нас слышат? Или они у нас это... Ага, понятно. Значит, у них тоже технические проблемы, тогда мы с тобой остались, видимо. Не-не-не, я их прекрасно слышу, да-да-да, все нормально. Понятно. Значит, скажем так, я тебя слышу, а Лизу и Евгению нет. Так. Да-да, девчонок я слышу, и ты, если ты их сейчас не слышал, когда они сейчас обе говорили, значит, ты их тоже не слышишь. Да, я их не слышу. Значит, я сейчас связующая с виновыми словами. Будешь местом. Да, мост. Юра, можешь передать, что у нас там каворкинг? Во-во, все, починилось. Любопытно, любопытно. Вот только мы тут внутренние проблемы начали обсуждать, а тут коммуникации все настроили. Я тут рассказываю, какой у нас там хороший каворкинг, захотели, пришли, поработали, захотели, пришли, и из дома поработали. В общем, где хотите, там и работайте. Вот. Ну, кстати, каворкинг – это клево. Как по мне, ну, не знаю, я вот для себя выбыл гибрид, ну, то есть, когда дома, когда там в офисе, то есть, как по мне, для меня это самый лучший вариант. Вот. Остальных как? Ну, вот у нас, надеюсь, что меня снова слышно, я просто пыталась донести свою мысль, что у нас, как бы, найм, когда мы ставим позицию в найм человека, разработчика, мы спрашиваем команды, им нужен человек вообще где, потому что некоторые команды резко против, если у них человек всегда будет на удаленке. Они согласны, что человек будет приходить в офис, не знаю, раз в месяц, но он территориально будет в Москве, потому что условно в 10 вечера команда такая взяла и решила, что завтра в 10 утра они собираются в офисе на какой-нибудь митинг. Не знаю, просто потому что. И у нас, скорее, история заточена под это. То есть, не все разработческие позиции всегда на стопроцентной удаленке. Мы готовы релацировать, там, условно, человек, не знаю, в Питере или в Москву, если команда хочет и человек этого тоже хочет. Но вот примерно такая история. Ну да, офисы работают гибридные тоже в формате коворкинга, то есть у нас есть ребята, которые там в офисе в последний раз были вообще не пойми когда, просто потому что реально и не надо. А кто-то прям ходит постоянно, потому что дом, дети, собаки, не знаю, что угодно, не прикольные. Ну, кстати, я слышал, что некоторые компании, которые нанимают на удаленку раз в месяц собираются в этой команде, ну, раз в месяц-два, чтобы они пообщались лично. То есть, мне кажется, это тоже как выход. Мы так делаем, потому что, как выяснилось, в Zoom дружиться вообще не очень хорошо. Коммуникации не налаживаются, а мы еще к тому же были той компанией, которая стартовала свое существование в пандемию. То есть у нас понятно, что все процессы remote first, но все равно эксперимент наш показал, что если людей периодически вживую не сталкивать хотя бы где-нибудь иногда за чашкой чая, пива, чего угодно, им прямо очень сложно коммуникацию настроить, нормально и понять друг друга. Ну, собственно, у нас пока до такого не дошло, но мы иногда привозим на корпоратив, например, у нас внутренний хакатон проходил, тоже ребят всех желающих собирали, привозили, ну, и это дает свой эффект, ребята прям очень классно общаются, сконтачиваются, и дальше потом продолжают коммуницировать лучше. смотри, тут еще интересную такую тему затронули, ребята там в чатике, ну, раньше была такая ситуация, что нужно было стабильно раз в один-два года менять работу, чтобы зарплата росла, вот, теперь, соответственно, вопрос, такого нет, потому что мы говорили с вами ранее, что теперь повышение АЗП это последняя приоритет у разработчика, выходящего на рынок с точки зрения мотивации, чуть-чуть скорректирую, вот, ну, и от себя дополню, да, вопрос, вообще, хотелось бы затронуть, хорошо ли это или плохо менять работу часто, сколько стоит работать на одном месте работы вообще в принципе? Ну, слушай, тут есть, тут я врываюсь просто из истории, что типа давайте придерживаться здравого смысла, если вам плохо на нелюбимой работе, вы пришли в какое-то место, а вам там реально все окажутся странными людьми, ну, как бы не надо там сидеть год, чтобы потом кому-то показаться адекватным. Более того, за 20-й год, когда там вот началась эта вся пандемия, на самом деле, я своим заказчикам не перестаю объяснять, что если за 20-й год человек 2-3 раза поменял работу, это не потому, что с ним что-то не так, это потому, что люди не научились еще нанимать на удаленке людей и выбирать себе удаленную работу, там реально, потому что если посмотреть, у многих там за 20-й год реально там, ну, хотя бы 2 месяца работы, потому что невозможно. Вот, поэтому тут скорее надо здравого смысла смотреть, и почему именно человек эту работу меняет вообще и сам. Какие причины? Ну, я бы еще здесь добавил, что вот это вот менять работу, это неплохо и нехорошо, да, тоже я в целом согласен с Женей, и сколько стоит на одном месте работать, опять же, как говорится, up to you, вот, и если вопрос только в деньгах, да, и вы там прыгаете с места на место раз в год или там раз в два года только из-за денег, то значит, что ситуация на рынке меняется, и тут опять же, да, вопрос компаниям, компании не успевают отработать эти изменения, и из-за этого они не могут предложить соответствующие зарплаты, там, контроферы, тем ребятам, которые уходят, и, соответственно, таких ребят теряют, ну, и, наверное, да, в целом вопрос гибкости компаний относительно рынка. Я тут хочу задать сразу вопрос про контроферы, услышала, а стоит ли их делать? Есть ли у вас такая практика? Слушай, я сейчас вот пока Юра говорил, поняла, что, кажется, я хочу спрашивать иногда у людей на собеседовании, условно, ну, были ли у них попытки уйти с работы, делали ли им контроферы, просто чтобы понять, насколько внутри компании этого сотрудника, не знаю, ценили, что ли, в каком-то смысле. Ну, потому что иногда к тебе приходит человек, ну, реально, такой, типа, я сваливаю, ты такой, ну, в целом выбор твой, ну, нам, конечно, жаль, но дверь там, и все. Ну, то есть, бывают ситуации, ну, просто реально у многих работодателей бывает такое, что они смотрят, типа, ну, вроде человек хороший и все такое, но если он приходит, там, выходит, типа, они его удерживать не хотят. И при этом, как бы, я все равно такой противный контрофер, в любом случае, с точки зрения вот этих вот денежных, мне кажется, что контроферы, они должны быть не про деньги, а про изменение каких-то процессов. Ну, то есть, так или иначе, потому что людей что-то замотивировало пойти вообще куда-то на рынок посмотреть, что-то произошло, и вот эта стратегия просто удержать человека деньгами, она приведет к тому, что там через полгода он все равно уволится, потому что его-то бесило что-то другое, на самом деле. Я хочу тут вклиниться и прокомментировать сразу, я не настолько радикально настроен относительно контроферов, я наоборот за контроферы, почему, объясню. Я в целом с тобой согласен, что контрофер, когда ты ставишь, человек может через полгода опять посмотреть на рынок, ситуация изменится и так далее, но в момент времени, когда человек к тебе приходит, и ты предлагаешь ему контрофер, ты его сохраняешь, ты сам себе экономишь кучу ресурсов, потому что тебе не нужно на его место будет сейчас срочно искать другого человека, которого ты там не один месяц будешь искать, раз, и у тебя будет время вот эти шесть месяцев для того, чтобы разобраться, понять, что человека не устраивало и постараться за это время сделать изменения. И даже если ты не успеешь что-то сделать за эти шесть месяцев, самое главное держать контакт с этим человеком и показывать ему, смотри, чувак, твоя обратная связь услышана, если она действительно конструктивная, и мы над ней работаем, идем в эту сторону, но по определенным причинам мы за полгода сумели сдвинуться вот только досюда. И в этом случае человек уже посмотрит, увидит, что работа идет, его слышат, и он двигается, он сам может даже на какие-то вещи влиять, и тогда он уже не пойдет снова на рынок с высокой вероятностью. Поэтому вот в данном контексте я считаю, что контроферы, особенно с учетом того, что сейчас происходит на рынке, это огромная возможность сэкономить себе огромное количество ресурсов и сохранить человека, который действительно может проработать у тебя еще много лет. Да. Слушайте, я просто... Лиз, прости, пожалуйста. Давай, давай. Я просто хочу здесь дополнить с точки зрения, что как бы тут есть вопрос, а как понять на этапе переговоров о контрофере, что работодатель реально что-то поменяет? Потому что коммитится все очень много, и я вижу много ситуаций, когда работодатели реально бы обещали поменять все процессы, ничего они не меняли, и они просто за полгода тебе замену находили и спокойно от тебя избавлялись, плавно подводя к тебе к тому, что ты же все равно и сам хотел уйти, и человек сам уходит. Или, например, другая ситуация. Вообще у меня просто, скажем так, по нашей внутренней статистике, мы там, ну как бы, мы выводим очень много людей. Мы выводим там человек по 30-35 в месяц. Это довольно реально на небольшой стартап, который постоянно растет. У нас очень большой процент отказов от офферов именно из-за того, что люди принимают контроферы. И я смотрю на эти контроферы и иногда понимаю, что контроферы там человек принял не потому, что условно он там хотел уйти, а тут вроде денег побольше, что-то изменили, а скорее потому, что как бы и это тоже, но он просто начинает сравнивать. Например, я сижу в какой-нибудь классной компании, у меня там хорошо, контакты налажены, команды знакомые, вот это все. И вроде мне сейчас предлагают денег столько же, сколько в каком-то другом проекте, соответственно, который там где-то рядом предложили, ну, не знаю, другая компания. Но там, соответственно, например, в нашем контексте, типа, это стартап, мне там пять мониторов не дадут, ко мне уже не так лояльно, мне придется снова доказывать какую-то свою правоту. И вот, и он принимает контрофер условно не потому, что вы как компания постарались и сделали ему классное контрпродолжение, а потому что тот другой оффер чем-то не дотягивал, и он, соответственно, ждет какого-то другого более удачного случая, не знаю, например. Ну, то есть, не знаю, как-то, я просто не очень верю в людей, которые контроферы в итоге принимают. Что вообще их мотивирует двигать в этой жизни, ну, сидеть вообще у тебя дальше? Можно я тут даже лайфхак дам и прокомментирую быстренько, а потом Лизе слово верну. Я уже забуду. Ладно, собственно, лайфхак на тему того, что говорит Женя, да, если вы уходите, вам дают контрофер и обещают изменить все процессы, то как бы отказывайтесь сразу от этого контрофера, никто не поменяет вам сразу все процессы. Вот такой вот простой лайфхак, как распознать, что вас просто хотят удержать. Вот. И второй момент, который тоже хотел добавить, если он у меня не вылетел из головы, с точки зрения вот этого контрофера, блин, ладно, Лиза, я передаю слово тебе. Вот так вот перебивать. У меня контромысль вытеснила мою мысль. На самом деле, Женя уже много рассказала того, что я хотела сказать. Я просто хотела поддержать тех ребят, которые приходят к своим работодателям и остаются с ними, просто потому что, ну, с ними реально классно, ну, и остаться, возможно, хочется, и не все всегда хотят уходить. Там всякое бывает. Если человек пришел действительно поговорить с работодателем, если это единственный его способ возможности воздействия на него, но при этом его все остальное устраивает, то почему как бы нет? Вот, Лиза сказала мою мысль, я полностью ее разделяю, на самом деле, да, что большинство ребят, на самом деле, они не хотят уходить, и если им оставляют контрофер, они, наоборот, только рады, потому что они удовлетворяют свою потребность с финансовой точки зрения, возможно, решают какие-то проблемы, потому что с ними не была проведена работа по обратной связи до этого, чтобы они могли решить какие-то проблемы. И все классно. Я так понимаю, мы тут на дуаллагере разбились с точки зрения рекрутной разработки. Ну, в принципе, я согласен, не знаю, если так же делать контроферы, что-то менять, но да, лайфхак, кстати, твой рабочий, да. Если обещают, скажем так, какие-то большие горы поменять, что это, да, скорее всего, ну, возможно, поменяет, но это будет не быстро. То есть это, ну, там, может унять год, может быть, больше. Здесь тогда поправка к лайфхаку, если у тебя в компании работает до пяти человек, можешь верить. А если ты работаешь в каком-то большом корпорации, то, как бы, ну, это уже точно unreal. Ну, да, если брать стартап, мне кажется, там можно что-то за год вообще кардинально поменять. Ну, прям, скажем, перестроить процессы. Настолько, что тебе снова не понравится. Да-да-да. Но все же от команды зависит. Не только иногда проблема, там, в плане того, что большая компания, еще что-то. Бывают и внутренние какие-то, там, междуусобицы. Слушайте, на самом деле на тему контур-оферов было еще тоже интересное обсуждение недавно. Но я думаю, что многие смотрели подкаст «Деньги пришли», там, который красильщик делает. Там у него тоже была история про обсуждение зарплаты, там тоже как бы обсуждали вот эту историю с манипуляциями, о том, что все равно, когда приходишь и говоришь, у меня офиш в другом месте, тебе делают контур-оферов, все равно какая-то манипуляция, манипуляция, и люди очень болезненно воспринимают, так или иначе. Поэтому здесь, ну, реально, надо очень аккуратно все эти переговоры вести и думать, на что ты соглашаешься. В общем, такая непростая тема. Я думаю, что мы с вами про ситуацию на рынке в целом, наверное, основные аспекты осветили. Можно сказать, поделились своими болями, и, мне кажется, можно перейти к такой теме, с которой Джун Тимлид однажды приходит к HR и задает вопрос, а откуда же берутся разработчики, и почему у меня в команде до сих пор нету разработчиков. Вот что, Жень, ты отвечаешь такому Джуну Тимлиду, который к тебе пришел и задает вопрос. А что именно он задает? Почему мы нанять никого не можем? Нет, откуда вообще... Да, почему как бы разработчиков так сложно найти, и что делаете вы там, например, для того, чтобы расширить воронку и откуда-то вообще набрать разработчиков в условиях тех жестких ограничений, там, той жесткой ситуации, в которой находится IT-рынок? Ну, смотри, здесь... Ну, наша стратегия, по крайней мере, мы нанимающих менеджеров наших всячески привлекаем к найму, чтобы они вместе с нами генерили идеи, а как еще мы можем вообще пойти, поискать, что изменить в своем процессе, потому что все равно у ребят наших нанимающих, у них немного другой взгляд. У нас взгляд и чарский, у них взгляд по другую сторону баррикад. Условно, они могут нам подсказать какие-то красные флажки, которые мы там пытаемся коммуницировать, что-то еще. Мы вместе с ними садимся прямо вот в прямую, не знаю, ищем людей там по LinkedIn, по HeadHunter, по каким-то другим источникам вместе с ними вакансии переписываем, так, чтобы условно TeamBrit посмотрел и такой, ну, на это я бы тоже откликнулся, не знаю, среагировал. Но формально наша задача показать текущую ситуацию с точки зрения тоже. Мы им все равно даем какую-то статистику, мы ему говорим, что типа, смотри, ты нам говоришь, что мы за тебе за две недели никого не пришли, мы за это время проработали вот столько ребят таким образом. Мы писали сюда, мы писали вот этим, мы поддавали вот этих вот ребят, мы сейчас подключаем вот эти источники. Ну, то есть, тут надо комплексно подходить к проблеме, смотреть, как ты можешь ее переработать скорее, там, может быть, у вас с позиционированием что-то не то, потому что иногда бывает история, когда, там, не знаю, сложно продать компанию текстом, надо продавать ее голосом скорее, там, голосом, рассказывая о себе, погружение в проект, уже что-то там, показывает, рассказывает лично. Но этот контакт должен состояться, а до этого надо заманить, и ты человек, по идее, на что он реагирует скорее тогда на письмо, потому что в холодную звонить все равно бесполезно, никто трубку не возьмет, да и никто уже телефон и не светит, нормальные люди. И вот тут проблема, что делать? Такая больная. Может быть, кто-то из вас сталкивался что-то с вами делать, потому что мы изворачиваемся как можем, мы там пытаемся описать про нас все, что может быть интересно, какими-то другими словами рассказать, но чаще всего это работает. На самом деле, я считаю, что вот это вот описание, там, всякие, не знаю, плюшки, кружки и все прочее, это в современном мире в наших реалиях не особо действенная тема. Почему? Потому что сейчас, грубо говоря, на рынке огромное количество компаний, которые предлагают плюс-минус одно и то же. И говорят, какие мы классные, у нас там печенехи, и мы там тут, там светимся и так далее. И наиболее действенный способ, на мой взгляд, это именно выходить конкретным специалистам и показывать рынку, показывать всем, что в этой компании работают такие классные специалисты, выходить на доклады, участвовать в каких-то конференциях, не знаю, там, еще куда-нибудь выйти, где-нибудь что-нибудь интересное рассказать, и я вот, например, посмотрю, увижу, блин, какой классный чувак. Мне как минимум, даже если я не захочу туда пойти работать, захочется просто этого чувака потом найти и просто там ему пиво, за кружкой пива посидеть и пообщаться с ним. Тут есть одна замечательная история в том плане, что, во-первых, а что делать, если ты под НДА, и ты реально не можешь нигде особо выступать и говорить, что ты из этой компании или вообще всячески светится и тебе запрещают, или пиар-служба сверху тебя ограничивает и говорит, что мы все твое пропустим через нас и уберем все интересные слова, потому что это, не знаю, именно проект НДА, а иногда сама компания под НДА. Там, а что делать, если у тебя нет денег или нет экспертизы кого-то прокачать, а спикер слабый, и ты им не сделаешь. Плюс еще смотри, как бы история про наиборонки. Какие-то систематические истории, свечения и так далее, они будут приносить тебе людей, но, во-первых, не сразу, а бизнесу нужно вчера. То есть, как бы любой там условно, там, начинать активность вот этой Деврельской, так или иначе, там, это отложенный эффект, там, не знаю, на 3-6 месяцев, как бы ты начал это разворачивать, вот через 3-6 месяцев может что-то прикатиться, примерно. Повезет, если через месяц, на самом деле, это начнет систематически работать. А пока этого нет, ну что, сидеть, ждать, не знаю, 3 месяца, ну, это анрил вообще, эти вакансии надо закрыть, желательно там позавчера, еще до того, как бизнес осознал, что она ему нужна. И то есть, тут работает это хорошо в комплексе, скорее. То есть, как бы помимо того, что тебе нужно привлекать людей сегодня и сейчас, тебе действительно нужно думать, а как вообще условно делать себе какое-то фундамент на будущее, чтобы о тебе люди узнавали, рассказывали, и тут вопрос, как бы есть у тебя еще какие-то ресурсы этим заниматься или нет, лучше, чтобы были, чтобы этим заниматься, это правда, это вот такое вот, все вместе должно быть. Я думаю, да, я с тобой согласен, я больше говорил про позиционирование компании на рынке, да, я ни в коем случае не исключаю все другие моменты из воронки, которые ты проговариваешь, и, естественно, не нужно сидеть сложа руки и делать, 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 но тут у меня есть еще один лайфхак, но только он работает только для тех, у кого есть деньги. Вот. Можно нанять аутстав компании, которые будут тебе закрывать позиции, понятно, там вопрос качества и так далее, но это ускорит процесс. С ними так просто все работает, нет, это не волшебная палочка, не принцей, нет. Да, я сейчас предлагаю, на самом деле, нам попробовать ответить на один интересный вопрос с разных ракурсов, это как перекупить хорошего разработчика из другой компании, может быть, мы сейчас какой-то лайфхак с вами выработаем, и наши телезрители его смогут использовать. Ну и здесь, наверное, хотелось бы обсудить первый момент, да, технически, как это сделать, какие инструменты, и, возможно, кто-то из HR-ов поделится лайфхаками. И второе, это моральная сторона вопроса в целом относительно этого момента. Ребят, было бы интересно ваш опыт услышать на эту тему. Я предлагаю Вите и Лизе отдать микрофон пока что. Ладно, давайте я заберу, или Витя? Витя, давай. Хорошо. Я просто явный противник переманивания, несмотря на то, сколько людей уже за последние годы друг у друга некоторые компании переманили, вот, я все равно останусь, наверное, при своем мнении, что когда ты переманиваешь человека, ты, ну, переманиваешь его обычно, ну, не только зарплатой, но еще какими-то обещаниями относительно той работы, которая у него сейчас есть, то есть каким-то вот этим вот рывком, который он может совершить. Вот. Если разработчик, он изначально не очень заинтересованный, мне кажется, его переманить будет, во-первых, сложно, а во-вторых, мне кажется, нужно 10 раз подумать, а зачем вам переманивать именно этого разработчика. Ну, тут я, наверное, тоже вклинюсь, вот, наверное, прям именно перекупить, я скажу, наверное, нет, вот, именно переманить с точки зрения там, какого-то интересного проекта, интересных, я не знаю, командников, можно, кого учиться, можно, вот, то есть, вот так еще как-то можно переманить, давайте, наверное, такое слово больше использовать, вот, перекупить, наверное, здесь, ну, хотя, если, там, не знаю, брать вдаленку, там, 2х3х, то, согласен, тут можно. вот, но, лайфхак, ну, не знаю, я, наверное, пользуюсь таким лайфхаком, вот, своей команде, то есть, я стараюсь поддерживать свой проект на каком-то, ну, в современном стеке технологий, чтобы и джунам было интересно, потому что, не знаю, сейчас, сколько я не собеседовал, Мидлоффа, там, джунов, все хотят, там, не знаю, уже микросервисы, .NET Core, вот, хэллоу, да, да, хэллоу, типа, то зачем мне вообще это, ну, скажем так, идти к вам, вот, тут такое мое мнение. А давайте больше конкретики, не знаю, там, я Женя, я один раз покупала прям разработчика, прям вот покупала, до сих пор не понимаю, правда, зачем, вот, хочется от вас просто примеров, Лиза, там, не знаю, был ли опыт, вот прям реально живого кейса, типа, вот нам нужен был Вася, мы вот так вот перепрыгнули, теперь Вася с нами. Смотри, такого конкретного опыта не было, было несколько случаев, когда нам HR предлагали, смотрите, вот есть крутой чувак, вот, типа, посмотрите, там прям резюме, нас даже заинтересовало, мы даже с ним технически пообщались, но что-то так посмотрели, как он был не замотивирован, решили, что лучше мы найдем мотивированного, которому нужна действительно работа, и который сможет решать вполне адекватно наши задачи. Вот, они у нас не какие-то сверхъестественные, обычные, хорошие, качественные задачки. Вот, поэтому мы на переманивании уже тогда остановились, и как-то, ну, мне честно не зашло. Витя, а у тебя как? Ну, кстати, ну, нет, не было таких кейсов, что мы прям, не знаю, вот, есть конкретный там разработчик, мы хотим его, вот, да, ты смотришь по резюме, начинаешь общаться, и тут от человека зависит, ну, и, в принципе, наверное, ты же ему врать не будешь, как-то там, переукрашивать, вот, ты говоришь, например, ну, как есть, вот, и прям вот так вот, что мы именно покупали, каких-то разработчиков не было, вот, ну, видимо, у тебя такой опыт есть. Вот у нас вот покупали, так вот, это было очень больно. Переманивали. А больно-больно с какой точки зрения? Ну, это очень немножко такой неприятный момент, когда очень хорошего разработчика начинают переманивать на сверхкрутую должность, намного выше него, намного выше всего, обещая там просто горы того, что, ну, адекватно оценивая, ты вряд ли ему это пообещаешь, даже для того, чтобы его оставить, но с другой стороны остается такой осадок, что это немножко так обидно. Вот. А учитывая сложный рынок и то, что творилось сейчас вот в 20-21 году, это вот такая культура, она, к сожалению, есть в различных компаниях, вот, куда народ уходит. Юра, у тебя как опыт? Был ли у тебя опыт условно кого-то прям жесткого хансинга человека в себе? Я вам скажу так, я могу рассказать с другой стороны, когда меня переманивали. А вот кто ты такой! Давай, глазами очевидцы просто. Я поэтому сижу в темноте, в полумраке, чтобы меня никто не узнал на самом деле. Вот. Ну, на самом деле, когда ты находишь, ну, ты себя фактически там по обе стороны баррикады был, и вот, когда ты находишься на одной стороне, на самом деле, когда ты там неопытный разработчик, там, не знаю, мидл, может быть, ты сконцентрирован на технических вещах, не думаешь о каких-то софтовых, каких-то там моральной стороне вопроса. Я просто по себе помню, что ты об этих вещах всех не думаешь, и тебе прилетает какое-то прикольное предложение, реально там не только по деньгам, да, но и по возможностям. И ты думаешь, блин, а почему нет? Ну вот. Понятное дело, что я там сидел до этого, об этом не думал, но и мне подкинули, и я задумался, и да, я уходил. Если сейчас рассматривать с точки зрения меня как руководителя, я тоже на самом деле не сторонник переманивания и покупки, то есть выходить на человека, дергать его. Зачем? Человек сидит себе, тихонечко работает, его все устраивает в компании, он там никуда не суетится, не выходит на рынок, и как бы там его вводить вот в этот вот ступор, резонанс, вырывать из потока, и не очень мне эта тема нравится. Но если человек сам вышел на поиск работы, я об этом как-то узнаю, и он в поиске находится, я выйду на него. Первый момент. И второй момент, я могу там каких-то очень близких друзей, очень близких знакомых, тоже выйти на них и с ними поговорить об этом вопросе. Но только потому, что эти люди, которым я доверяю, с которыми я друзья, короче. Вот. Мое отношение к этому такое. Ну, давайте я тут тоже выскажусь тогда. Дала слово всем поговорить наконец-то. У меня, скажем так, отношение к тому, что для меня хантинг, это когда реально вы хотите конкретного Васю, и вы за ним идете. Если это история про то, что, ну, вот эта вот вся стандартная история, типа, разработчики делятся в баре, а меня хантили туда и туда, чаще всего это история не про то, что хантили, это просто рекрутер отправил 100 писем, и вы один из 100. Вот примерно такая история. Потому что вот это стандартное рекрутерское опыление наше, которое вы все терпеть не можете, я это знаю, но оно, к сожалению, работает, ребята. Надо с этим смириться. Оно реально работает и закрывает вакансии бизнесу. Это правда. Так вот, это Вас не хантит, это просто вот нашли чего-то, кого-то, написали, а там, если срослось, прилипло, то хорошо. Среагировали хорошо. Это история про уже продажи какие-то холодные, скорее, нежели чем про хантинг. Тут есть иногда сценарий, когда условно вы там как-то выцепили человека, он согласился с вами пообщаться, он, возможно, присматривался к предложениям, но не входил в открытую на рынок, потому что, ну, там по Европе были исследования, по крайней мере, по европейскому рынку, я не найду на рассылку, честно скажу, но там они говорят о том, что треть кандидатов, неважно в какой сфере, все равно находятся в поиске работы, даже если они не обновляли резюме. Ну, то есть как бы примерно такие истории. Ну, вот вы выбили, и, например, на этапе общения приходит там, не знаю, команда и говорит своему руководителю, мы тут технически собесили парня, мы его хотим. Или руководитель общается и такой, господи, я готов бороться за этого чувака, потому что он прям норм. Ну, то есть вот тут вот такие уже элементы хантинга начинаются, но это для меня скорее все еще продажа, когда вы просто берете и делаете все возможное, чтобы вот конкретно вот этот вот человек из того потока, который рекрутеры нагнали, принял именно ваш оффер. Я не сторонник перекупки людей. Ну, то есть как бы я сторонник дать человеку комфортную для него сумму, а если вам бюджет и грейды позволяют дать ему чуть больше, то дать ему чуть больше, потому что это приятно, и мы все все равно работаем за деньги и так далее. Но продажи мы так или иначе за всю свою карьеру строим вокруг. Задач, команды, людей, роста, интересов, чего угодно вокруг. И тут, ну, как бы я лично привлекаю все возможные ресурсы. Условно там, типа, если тебе надо поговорить с нашим, не знаю, руководителем разработки, например, а не с тех людей, то он просто поговорим, встретимся хорошо, ради бога, просто чтобы у тебя было больше информации для принятия решения, потому что, чтобы принять решение, человеку нужно внезапно больше информации, ну, на темы, которые его волнуют непосредственно. Хочешь там больше про рост и развитие, вот тебе руководитель, вот тебе твой будущий чар-партнер, который головой отвечает за эти все вещи, например. А другая история, ну, тоже было, когда к тебе приходит команда, или там кто-то из команды, или руководитель говорит, не знаю, дает ссылку куда-нибудь, или у тебя топы приходят и говорят, слушайте, а вот там вот чувак был, вот что-то затаскивал. Хочу. И вот это вот уже история про хантинг и про то, как найти какие-то подходы, потому что я там видела, как ребята годами уговаривали кого-то перейти, потому что вот как раз процесс хантинга, он никогда не бывает быстрым, что ты человеку пришел, что-то показал, и он у вас уже работает через месяц. Это история, которая обычно затягивается. У меня действительно один раз была история, когда ко мне пришли, и мы там плавненько помимо продажи действительно денег хорошо накинули, до сих пор себя некомфортно чувствую, если честно, потому что я восстановала, что мы человека покупаем прям реально. У него ипотека, и он не сможет отказаться от этих денег. И это было максимально мерзко. Но человек хороший, но максимально мерзко. Очень ловко себя чувствовала, потому что это не моя стратегия. Но как бы такие истории, когда действительно хантинг, он скорее по другую сторону. То есть я, сама честно, как бы у меня, наверное, не было такого еще опыта прям, чтобы, не знаю, какого-то крутого человека прям супер-хантить в каком-то месте и ходить за ним годами. И в основном это все решается уже. Либо там есть специальные экзекьютив-рекрутеры, которые прям вот реально занимаются таким хантингом, они на этом специализируются. Либо эта история все равно, когда вы координируете, ну, через топов. Даже если человек, например, как только что Юра тоже упомянул, что человек вышел на открытый рынок, но вы понимаете, что сейчас за ним накинутся все, а в лидерах должны оказаться вы. И тут тоже, как бы вот, мы так тоже себе руководители искали в рекрутмент, мы просто нашу HR-директоршу сразу послали на переговоры через общих друзей и все такое, потому что там власти больше, и там сразу обо всем договорятся. То есть ты просто выбираешь какие-то инструменты и коммуникации определенные. Вот. Мне кажется, это для топов очень хорошо работает, на самом деле, там какие-нибудь верхушки. вообще, в принципе. Да, там уже только так и работает, это правда листы права. Но и тогда бывают истории, когда, не знаю, там тебе надо запустить какую-нибудь крутую видеоплатформу, и у тебя там будут высокие нагрузки и все такое, и ты понимаешь, что у тебя там, не знаю, в России человек 15, которые это смогут сделать. Ну все, до свидания. Вот тут уточняется хантинг. Да. Ну, я на самом деле, то, что говорил, в принципе, я с Женей согласен, я говорил именно про хантинг. Да, вот такой вот точечный. У меня, ребят, на самом деле, есть вопрос к Вите и к Лизе. Больше, да? Вы сами айтишники по профессии, по образованию? Да, да. Окей. Я тоже, но сейчас есть такая тема, которую, наверное, все сейчас уже обсуждают. Это тема, как войти в IT, как одна из возможностей найма разработчиков в целом. Вот что вы думаете на этот счет? Может быть, у вас есть какой-то опыт найма таких ребят? Давай, наверное, я тут поделюсь. Я, скажем, тут с двух сторон. То есть я и как преподаватель дутнета, именно кто вот хочет войти в IT, и как тимлид. Тут, наверное, спорный такой вопрос. То есть, скорее всего, человек, который, ну, то есть, если брать прям по статистику, человек 20 групп, там, устраивает, наверное, там, ну, пять, может, максимум, может, там, меньше. Вот. То есть в основном приходят люди, которые, типа, о, IT круто, все легко, надо, короче, оплатить курсы, я окончу там три месяца, и все, меня там любой рекрутер заберет. Тут, конечно, ну, такая история не прокатывает. Вот. То есть, не знаю, я в это верю, но очень слабо. То есть обычно люди, которые приходят именно мотивированные, прям мотивированные, то есть у меня были случаи, когда ребята, не знаю, там, врачами работали, вот, там лет по 20, вот, и переходили в разработку. То есть это довольно-то интересный кейс. Вот. Но прям вот, что есть стопроцентный вариант, что ты устроишься, мне кажется, нет. Вот. У нас, к сожалению, время заканчивается. Вот. То есть всем, наверное, спасибо. Все в Zoom. Самая крутая комната в Zoom. Ставьте лайки, подписывайтесь на конференцию .next обязательно. А самые скандальные вещи мы рассмотрим в Zoom. Да-да, вообще-то. Особенно иксоло. Я видел вопрос в чате. Ох, мы повеселимся. Женя уже закрывается руками. Кажется, нам пора бежать. Это интересно, что за вопрос, да? Приготовьте ваши бюджеты, там, говорят, удваивают зарплаты. Я захожу в Zoom. Как хорошо поговорили. Угу. Спасибо.